5, 4, 3, 2, 1, поехали! Всем привет! В эфире Кругосветка Дети. Меня зовут Егор Карасильников и я нахожусь в Королевстве Таиланд на острове Пхукет. Одна из главных достопримечательностей этого острова – Большой Будду, который сидит в позе лотоса на высокой горе, куда мы сегодня и отправимся. Погнали! Биг Будду расположился на вершине горы, куда ведет необычная извилистая дорога. А необычная она, потому что по пути можно встретить варанов, обезьян и даже слонов. Представляете, самых настоящих слонов! Слон – это символ королевства Таиланд, а также священное и всеми любимое животное. По дороге на Биг Будду можно остановиться и покормить слоников бананами и погладить за хобот. Можно, конечно, еще прокатиться на них верхом, но это я сделаю в другой раз. А пока еду дальше, навстречу с Большим Буддой. Преодолев серпантин, я оказался на одной из самых высоких точек острова. Вид отсюда открывается потрясающий! Хочется взять бинокль и детально все рассмотреть. Храмы, озера, белоснежные яхты. Южная часть острова – бухты Андаманского моря и острова отсюда, как на ладони. Высота Биг Будды – 45 метров, и его отлично видно даже с соседнего острова. Большой Будда – это не просто статуя, это целый храмовый комплекс, строительство которого ведется уже 16 лет. И когда оно закончится, никому неизвестно, потому что осуществляется в возведении храма исключительно на пожертвования. Здесь можно подойти к монахам и завязать веревочку на удачу или загадать желание. Говорят, все-все-все желания сбываются. Проверим! Эта веревочка по-тайски называется сайсин. Вяжется она на удачу или на исполнение желания. Ее надо носить не снимая, пока она сама не перетрется или не потеряется. Считается, что если веревочка перетерлась, то желание исполнилось. Если же кто-то не хочет ходить с веревочкой длительный срок, то надо проносить ее хотя бы неделю, а потом просто хранить у себя дома, выбрасывать сайсин ни в коем случае нельзя. Я думаю, теперь у меня все-все будет хорошо, будет все в порядке и все мои желания сбудутся. Здесь можно купить таблички из белого мрамора. Вы можете здесь написать свое имя или сокровенное желание. И эти таблички задекорируют на храм. Общий вес мраморных кирпичиков, которые украшают Будду, составляет 135 тонн. Представляете, сколько желаний на века остались на этой статуе? Наверняка они все уже сбылись. А я загадал вернуться на Пхукет, когда закончится строительство этого храмового комплекса и снять еще один интересный сюжет. Ну а на сегодня это все. С вами был Егор Карасильников, выпускник детской школы тележурналистики и ведущий программы «Кругосветка. Дети». Желаю вам хороших путешествий и ярких эмоций. Пока-пока! Одна из главных достоп... Ой, там неправильный же сделал. Еще раз. Меня отвлек дядя. Меня отвлек дядя. Нельзя. С этой точки открываются... Я забыла дальше. Желаю вам хороших... Нет, наверное, ни одного человека в мире, который бы не радовался в детстве такому подарку, как карандаши и не ощущал бы себя волшебником в момент рисования. Познакомимся с интересной историей такого, казалось бы, обычного предмета, как карандаш. Вы, наверное, удивитесь, но этот сюжет вовсе не о карандашах и не о художниках. Он о другой профессии, о тех, кто сообщает нам с экрана интересные факты о телеведущих. Телеведущий — это профессиональный работник телекомпании, который ведет программы различных направлений. Быть красивым и нравиться людям, то есть телегиничным — такова его обязанность, и это не преувеличение. Телеведущий должен уверенно чувствовать себя перед камерой. Сама по себе должность предполагает аккуратный и привлекательный внешний вид, идеальную дикцию, а еще понимание ответственности за слова и поступки в эфире. Ошибка всего в одной букве, одном звуке может привести к тому, что телеведущий станет еле ведущим, еле-еле ведущим. Так что дикция очень важна. Посмотрим, как учатся этой профессии. Но, поехали! Разминаем самую сильную мышцу в организме — язык, а еще губы. Рот как яблочко, улыбка вовсю ширь, в шпагат. Мышцы лица тянутся, как на гимнастике, а еще нужно дышать животом, надувая его, как шарик, и учиться петь, чтобы разбудить голос, и чтобы дыхания на текст хватало. После разминки работа только начинается. Текст необходимо отчитать вслух и не раз. Сначала медленно, потом быстрее, а затем расставив смысловые ударения. Ведь одну и ту же новость можно подать по-разному, одной только интонацией, паузами. Но голос — не единственный инструмент ведущего. Осанка, внешний вид, поза, взгляд, жесты, улыбка — все это очень важно для работы со зрителем. Знаете ли вы, например, что вашу улыбку, когда вы говорите, не только видно, но и слышно? Да-да, голос становится более мягким, приветливым, доброжелательным. Именно так, с уважением и добром, должны относиться ведущие к тем, кто их слушает. Но репетировать — это одно, а записываться в павильоне при ярком свете софитов и всей съемочной группе гораздо сложнее. Тем более, когда текст на суфлёре подсказчики бежит, взгляд нужно переводить с одной камеры на другую, поворачиваться, слушать режиссера. Тут невольно почувствуешь себя, как на сцене, но юные ведущие молодцы. А знаете ли вы, что у предков современных черепах были зубы? А вот прятать голову в панцирь они не умели. Все черепахи могут запоминать и различать человеческие лица. При этом водные виды черепах в своей родной стихии отнюдь не так медлительны, как на суше. Они могут развить скорость до 35 км в час. А вот болотные черепахи — рекордсмены по голоданию. В случае необходимости они обходятся без пищи до 5 лет. Шоколад — приятная часть нашей жизни. И есть множество интересных фактов о шоколаде, о которых вы никогда не подозревали. Делают его из бобов какао, которые произрастают на нашей планете в течение миллионов лет. Это, вероятно, один из старейших природных источников пищи. Черный шоколад улучшает память, внимание, время реакции и навыки решения задач за счет увеличения притока крови к мозгу. А вот для животных шоколад является ядовитым. Несмотря на то, что зебры черно-белые, сами они имеют цветное зрение. Единственный цвет, который они не могут распознать — оранжевый. У зебр есть по одному пальцу на каждой ноге. Как правило, зебры не ложатся во время сна, они стоят. Зебры никогда не остаются без присмотра. Желая отдохнуть, вздремнуть, они оставляют кого-нибудь застаршего, чтобы тот смог предупредить целый табун о надвигающейся опасности. Когда-то, в древние времена, люди хотели приручить этих зверей, однако положительных результатов это не имело. Более того, считается, что зебра — одно из самых пугливых животных природы. Бабочки ассоциируются с весной, красотой, вечностью. Они были символом счастья, бессмертности, верности, любви. Самым удивительным фактом об этих созданиях является то, что бабочкам необходимо солнечное тепло для того, чтобы летать. Еще бабочки никогда не спят. Вкусовые рецепторы у этих нежных существ находятся на лапках. То есть, стоя на растении, они могут ощутить его вкус. Поговорим о том, что кружит голову героям в сказках. Химический элемент аурум означает «сияющий свет». Золото — очень редкий элемент. Каждый час в мире отливается больше стали, чем было добыто золото за всю историю человечества. Несмотря на то, что золото — металл, оно съедобно. В некоторых азиатских странах его добавляли к фруктам, желейным десертам, кофе и чаю. Чистое золото настолько мягкое и пластичное, что его можно формовать вручную. А еще из него делают нити, которыми можно шить. Вот так, несколько часов занятий, разминок и растяжек, пения, скороговорок, репетиций — и программа готова. На телевидении всегда так, чтобы сделать программу в пять минут, нужен не один час или даже день. А теперь снова послушаем про карандаш, но уже под другим углом. И насладимся не только интересными фактами, но и тем, как отлично справляется телеведущая. Нет, наверное, ни одного человека в мире, который бы не радовался в детстве такому подарку, как карандаши, и не ощущал бы себя волшебником в момент рисования. Познакомимся с интересной историей такого, казалось бы, обычного предмета, как карандаш. Раньше один карандаш делали пять дней, и, конечно, стоил он больших денег. Сначала карандаши были только круглыми, но так как они постоянно скатывали со стола, то их сделали шестигранными, а в верхнюю часть добавили стиральную резинку. Мы находимся на торжественном мероприятии, посвященном Дню защиты детей, который организовал глянцевый журнал «Дед Китс». Что может быть лучше веселого праздника для ребятишек? Конечно, праздник, посвященный им. Конкурсы, аниматоры, сладкие угощения. Что еще нужно для веселого праздника? Конечно, яркие выступления. Юные модники и модельницы представляли летнюю линейку одежды, и, нужно признать, отлично дефилировали. Ну а на протяжении всего времени ребят веселили сказочные герои «Бэтмен» и «Большая Божья Коровка». В общем, давайте узнаем у нее сами. Здравствуйте! Я знаю, кто такой «Бэтмен», кто такой «Человек-паук». А вы кто? Гигантская Божья Коровка? Нет, я гигантская Божья Коровка. На самом деле, я обычная девочка-маринет. Но как только городу или моим друзьям требуется моя поддержка, я имею возможность превращаться в Леди Баг и спасать мир. А если вы превратились сейчас, то от кого вы спасаете мир? От скуки. А еще детская школа тележурналистики объявила кастинг, в котором мог поучаствовать любой ребенок. Но для начала рассказать про прогноз погоды на следующий день. Давайте же послушаем, что говорят синоптики. Сегодня у нас за окном хорошая погода. Солнечно, небольшой, маленький ветерок. Я всем желаю хорошего и чудного настроения, чтобы у каждого сегодня и завтра, и вообще всегда была на лице хорошая улыбка. Я в доме, и завтра готовьтесь все! Завтра будет конец света! Завтра погода будет солнечная. Мы все рады, что пришло лето. Я не знаю, какая завтра погода будет, но я могу вас порадовать. Я хочу, чтобы было солнце и лето. Дети любят играть, а для них нужно как можно больше пространства. Организаторы решили не ограничиваться одним шатром Монблан, но и выдвинуться на улицу, где тоже проходили не менее интересные игры. На что можно смотреть вечно? Огонь, воду? Нет. Все не то. Правильный ответ на радующих деток, играющих с медведем и летающей бумагой. Не поняли? Бумажное шоу – это то, чем все и закончилось. Много радости, танцев, песен присутствовали там. Счастливые и веселые лица своих детей – это мечта каждого родителя. Вот и их мечты сбылись. Ольга, как вы считаете, сегодняшний праздник удался? Да, я считаю, что сегодня праздник удался супер. Все получилось. Нам погода не помешала. У нас был теплый, уютный шатер. Полностью согласна. Этот праздник был просто супер. Всего вам хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!